Всем привет! С вами снова славный дружа Обломов. То, что сейчас произойдет, должно было случиться очень давно. Я получал десятки тысяч на протяжении, наверное, лет трех. Десятки тысяч комментариев про то, что нужно сравнить три эти бургерные. В Питере есть хорошие бургерные, это мясная лавка, муму-бургеры, суши-бургеры. Говорят, есть еще несколько хороших, на которых мы еще не сделали обзор. Бюро, кстати, еще есть. Да, бюро-бургеры, кстати, отличные. Но есть три бургерных, которые существуют во всем мире. Они существуют почти в любой стране и практически в любом городе. Вы все их знаете. Это Макдональдс, это Бургер Кинг и это Карлс Джуниор. То есть это три прям мега-кита бургерных, приходя в Макдональдс в любой стране мира. То есть, например, был в Турции, я захожу в Макдак и там все такое же. Да, у них есть какие-то отличия в меню. Там они, у нас там креветки жарят, у них там какие-нибудь там мидии есть или еще что-то. Ну, в общем, небольшие какие-то отличия в меню есть. Но чизбургер в Питере точно такой же, как чизбургер в Турции. Или гамбургер во Франции в Макдаке точно такой же, как гамбургер в Москве. То есть, это как частичка дома везде по всему миру. Сразу говорю, это не очень полезная еда. Но я люблю Макдак. Для меня это как сожрать шаверму с пивасиком. Иногда хочется шаверму с пивасиком, иногда хочется бургер с картохой. Если так будешь есть каждый день, ты очень быстро сдохнешь. Но это такая, можно назвать, конечно, мусорной едой. Но, черт подери, раз в месяц это очень-очень вкусно. И сегодня мы сравним три основных бургерных, сделав одновременный заказ. С доставкой, кстати. Заказы, соответственно, у нас на 1321 рубль из Макдака. На 1692 рубля из Карлс Джуниора. И 1300 рублей из Бургер Кинга. Денежки большие, поэтому минутка рекламы. А чё так мало? А ты нормально делай, нормально будет. А спонсор видосика уже полюбившийся зрителям военный экшен, который называется War Thunder. Новый год, друзья мои, это время волшебства. Когда бабосики лучше тратить на подарки близким и любимым, а не на лутбоксы за 2000 рублей. Поэтому качайте совершенно бесплатно классику онлайновых игр War Thunder. Более тысячи единиц военной техники. От древних бипланов до крутых истребителей. Наработанные годами военные достижения в твоих руках. И птуры, и композитная броня, и дымовые завесы. Ты реально сможешь превращать врагов в праздничные фейерверки. В игре есть десятки локаций, разбросанных по всему миру. И офигенный графон, такой же красивый, как рождественская елочка. Хочешь сурового реализма? Катай в реалистичных боях. А хочешь веселье? Заходи в аркады. А ссылочки с подарками находятся в описании. Сразу говорю, практически все позиции у всех этих трех бургерных, они немножечко отличаются. То есть мы не сможем найти одинаковый чизбургер или одинаковый гамбургер. Поэтому мы будем определяться по нескольким основным направляющим. Это самый дорогой бургер. Это самый дешевый бургер, который вообще мы смогли найти у них в меню. Это стандартный чизбургер, самый стандартный. Тут нужно сказать, что это без бафов. Чувак, я, короче, один раз видел, передо мной в БК стояли какие-то ребята. Они, короче, ради фана скинулись и заказали вопер на 1300 рублей. Это, короче, была... В Карлане? Нет, в БК. В БК, да, короче. Это была 50 сантиметровая. Там, ну, она реально была огромная. Знаете, по ради фотки заказали? Они сфоткались, да, пытались сажать, не смогли. У нас, у нас вот без вот этих вот извращений, вот что в меню идет стандартное, за какие деньги. То есть самый дорогой, например, это в Маке 260 рублей, а в Калжунь... А, в этом бойцовском клубе хотел сказать. В БК играли какая-нибудь, браузерная игрушка такая. Ее, по-моему, нет уже сейчас. Нету. Короче, самый дорогой, который вообще был у них в меню. Самый дешевый бургер, который был в меню. Чизбургер стандартный, который мы смогли найти. Картоха стандартного размера. Курица кусками стандартная порция. Десерты, к сожалению, у Калжуниора нету ванильного пирожка. А коктейли у всех трех закажем клубничные. И стандартный салат. Это Цезарь в БК и Маке. И какой-то Криспи Чикен, но тоже, считай, Цезарь, в Карлс Джуниоре. Короче, вот по этим параметрам мы будем сравнивать. Конечно, в комментах вы можете сказать, типа... А, блин, чизбургер нужно сравнивать с другим каким-то бургером из вот того. А вот этот воппер нужно сравнивать с тем. Но сегодня мы сравниваем дорогой, дешевый чизбургер, десерты, картоху и кусочки курочки. Погнали! Самое время написать в комментах, еда начинается с такой-то минуты. Ну, как вы любите. Итак, друзья мои, час и сорок минут, плюс-минус три минуты привезли все. То есть, примерно одновременно все привезли. Это у нас, друзья, Макдональдс. Это у нас Калжуниор. Да, с перевернутым стаканом, с холодной какой-то штукой. Вот, смотрите, здесь есть какая-то подставочка. Так она должна быть как раз тут. Да, я понял, да, но это так не работает. Хорошо, это у нас Бургер Кинг. Так, аккуратненько. Я возьму отвертку и вставлю вам в печень. Но это не точно. Я проведу вот такие три линии, чтобы ничего не перепутать. У нас... Чтобы вы сразу понимали. Сейчас Серега возьмет и начертит, где что. Особо измерять температуру смысла нет. Все приехало одинаково тепленькое. То есть, я сквозь пакет чувствую, что там тепленькие бургеры. Без фантастики, скажем так. И мы начинаем с Макдака. Так. Самое первое, это, конечно, милкшейк. Или как оно? Как это называется? Что мы заказали? А, коктейль. Клубничный коктейль из Макдака стоит 88 рублей. За сколько там? 202 грамма. 202 грамма. Так, посмотрим. Приложили трубочку. Ну, Макдака все навалено. Да, смотри, есть трубочка. Так. Оп. Милкшейк из Карлана стоит 164 рубля. За 376 грамм. В два раза дороже. Так. Если там тоже трубочка, то же нихрена не понятно. Да, тоже не забыли трубочку. Такие молодцы. Вот так. Не, вот так. Эй, друзья. Милкшейк, если ты ищешь, он здесь стоит. А, я вижу. Я просто не увидел его. Тоже. А, нет, это вилка, это не трубочка. Да, все, вижу. Трубочки есть для всего. И это у нас стоит клубника 79 рублей. Короче, по ценам вот чего. Самое первое, это коктейль из Макдака. Он весит... Какой-то он совсем легкий, чувак. Он вообще совсем легкий. Мужик, у меня вообще очень много историй относительно коктейля из Макдака. Их нельзя пить. Они не питьевые, нихрена. Давай посмотрим. Ну, вот такая супер густая масса какая-то. Ладно. На вкусок растаявшее мороженое. Просто. Оно, короче, у тебя еще растаявшее. Когда они тебе прямо вот там наливают, это ложкой можно есть. Да, да, да. Когда ты приходишь, там его не всосать никак. Ну, а когда приехало, такое. На вкус реально как... Не типа дешевое совсем мороженое, но и там недорогое. Типа, знаешь, там магната какого-нибудь. То есть, как среднее мороженое, которое просто растаяло. Вот. Так, посмотрим. Далее. Ну, тут я открывать не буду, потому что супер густая штука. Это, друзья мои, Карлс Джуниор. Прямо супер густая штука. Это уже похоже на коктейль. Во-первых, гораздо сильнее запах клубники, вкус клубники, аромат. Во-вторых, оно, не знаю, как сказать, по консистенции примерно такое же, но в Макдональдсе какие-то вкрапления есть. Давайте. Ну, вот этот еще. Фу, блин. Еще прям так. Что, прям реально фу. Вообще фу, чувак. Давай попробуй. Ну, на. Вот я тебе говорю. У меня, тебе говорю, сахарный диабет скоро начнется. Нет, смотри. Вот это попробуй. Вот это попробуй. Просто попробуй. Типа, ну, коктейль. Ну, приятная, да. Ну, мягкая. Мягенькая. А теперь вот это попробуй. Последнее. Макдак такой себе. Какой-то привкус, какого-то дерьма. Нет, чуваки. Ни в коем случае не дерьма, конечно, но это... Но странно очень. То ли крахмала, то ли... Короче, в Макдаке коктейль это просто растаявшее мороженое за 88 рублей. В Карлс Джуниоре идет 164 рубля. Но это большая порция достаточно вкусного клубничного коктейля. И там реально клубничный вкус. А вот Бургер Кинг что-то вообще лютая херня. Как будто... Короче, как будто взяли молочко, туда клубничину перемололи. Ну, только там привкус, то ли муки... Ну, скажи, чего привкус-то хер? Муки или крахмала какого-то дерьма какого-то. И очень много сахара. Ну, прям, ну, ты пьешь, у тебя лицо съеживает. Ну, оно типа... Нет, это хрен с ним. Это нормально, что там много сахара. Но там реально привкус какого-то... Какой-то фигни. Если сравнивать три коктейля, выигрывает у нас Карлс Джуниор. Но он очень дорогой. Который идет у нас Карлс Джуниор посерединке. Вот у нас 164 рубля. Да, но у них прям молочный нормальный коктейль. У Макдональдса посредственный обычный коктейль. Но достаточно дешевый за 88 рублей. И самый дешевый за 79, вот этот вот, он что-то люто-герьмовый. Совсем плохо. Дело не в консистенции или температуре, еще чем-то. Он просто на вкус плохой. Там вкрапляется вкус какого-то очень дешевого компонента. Реально, то ли мука, то ли крахмал. Совсем... Вот мне совсем не зашло. Вот. Что это такое? Вот очень знакомая. Мальтоза какая-то. По-моему, это мука с чем-то смешанная. Вот мальтозный крахмал или как это херь называется. Такая, знаете, которая такая... Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, такая на языке. Погнали дальше. В принципе, логично. Единственное, кто разочаровал, это Бургер Кинг. Макдак стандартная растаявшая мороженка. Она такая у них всегда. Но она слишком, слишком, короче, густая, когда ее подают. Карл Джуниор за это респект. Второе, друзья мои, это, конечно же, картоха. Мы по мере... Она... О, она же тепленькая, смотри-ка. Это у нас картоха из корла. Блин, почему не стоит? Почему не стоит картоха? Картоха должна стоять. Блин, из МакДака все к хренам, к чертям перевернуло. Так это, как смотри, оно еще какое-то моккое, все промокло, промокло. Здесь реально все перевернуто, ну ладно. Так, ничего не... И картошенки вывалилось. Да, ладно. Окей. И картоха из Бургер Кэррин. Так, ничего не... Одна тоже картофелинка, иди сюда. Так, выглядит все это вот так. Итак, друзья, мои три картофелинки. Картоха из МакДака стоит всего 60 рублей. Это стандартная порция. И весит сколько? 116 грамм. 116 грамм картоха из МакДака. Картоха из Карл Джуниора подороже. Она стоит 89, почти 90 рублей. И вот так я ее положу. 137. 137 грамм. И у нас есть картоха из Бургер Кинга, которая стоит 90 рублей. Это самая дорогая картоха. И выглядит она хуже всех. Ты посмотри на упаковку. 115. Короче, я так понял, в Бургер Кинге дорогая картоха. Но давайте пробовать. МакДак. Итак, МакДак. Картоха из МакДака. Чуть тепленькая, съедобная. Но продолжу повторять. Они картоху перестали нормально солить. Я хочу, чтобы она была соленой. В МакДаке картоха. Во-первых, посмотрите на размер. Я вот, извиняюсь, я уберу этот пакет, чтобы я виден вообще вокруг. Тогда ты все пакеты убери, мы от них будем стоять. Не, давайте пускай стоять. Хрен с ним. Посмотрите на размер. То есть, вот тут картоха совсем мелкая. Но тут примерно такая же. А в Бургер Кинге она здорового размера. В МакДаке стандартная посредственная картоха. И мне не нравится, что они перестали ее... Ну что значит перестали? Лет 5 назад уже как? Я просто старый, чуваки. Извините, я просто старый. Поэтому я помню, как было. Когда была зеленая трава, голубое небо, и все было классно. Они перестали ее нормально солить. И теперь, как бы, если брать... Кстати, если что, у нас KFC нет. Потому что там, ну, курица, немножко другая тематика. Но вот в KFC солят нормально. Прям солинки попадают на язык. Коржунер, ну, тоже, тоже немножко недосолено. Но мне кажется, что она чуть-чуть покрупнее диаметром. И в Бургер Кинг, знаешь, по-моему, все перестали среживать картошку. Я уже заметил, не знаю, год назад. Если раньше, то она еще какая-то была, сейчас вообще ни о чем. В Бургер Кинге картоха прикольная тем, что она крайне мягкая внутри. Диаметр палочек большой. Поэтому, когда раскусываешь, она мягкая внутри. Кому-то это нравится, кому-то нет. В Карлане, в Калс Джуниоре, почему-то присутствует привкус дешевого масла. Но, возможно, они под конец дня, ну, типа не поменяли масло или что-нибудь такое. В целом, я вам скажу так. Картоха везде примерно одинаковая. По-моему, в KFC ее все-таки солят еще нормально. В KFC она всегда нормально. В KFC ее все еще солят нормально. Я не знаю, то ли они, типа, знаешь, там должен быть состав на упаковке. Поэтому там сколько соли, нутриентов, вот этой всякой херни. Может быть. Но я вам так скажу. Если я прихожу в добанный фастфуд, друзья, последнее, о чем я забочусь, это свое здоровье. Мне нужно, чтобы было вкусно. Мне вообще наплевать, сколько там жиров. Ну, что? Раньше, короче, у Макдака на этих наподносах лежали бумажки, где указана калорийность. Весь состав, короче, по белкам, жирам, углеводам. А теперь пропал. И, короче, они, не помню, чем они это обосновали. Но, видимо, теперь там слезает много дерьма. Что написать на упаковке. Да всем пофиг. Чуваки, если вы хотите привести себя в порядок, похудеть и всякое такое, вы вообще не должны ни в Бугер Кинг заходить, ни в Макдак, никуда. Следующая позиция. Самый дешевый гамбургер, который вы можете купить в Макдаке, в Калс Джуниоре и в Бургер Кинге. Это гамбургер за 58 рублей. Вот он, вот он. Chicken Tender. Почему-то здесь написано Chicken Prom, но неважно. Который стоит 191 рубль. В Калс Джуниоре дорого. Да. Но он, по-моему, весит. Хотя нет, значит, он весит не настолько больше, насколько стоит. В 4 раза дороже. И обычный гамбургер за 58 рублей. Давайте взвесим. Это, друзья мои, 58 рублей. Это, друзья мои, 191 рубль. И это, друзья мои, 58 рублей. Этот гамбургер весит в 2 раза больше, чем Макдаковский. А стоит в 4 раза больше, если что. Распаковываем. Гамбургер из Макдака. Ну, типа да. Это гамбургер из Макдака. Калс Джуниор. Бумажка побольше. Он как-то весь еще во что-то завернут. Они все немного тепленькие еще. Впрочем, выглядят, я бы сказал, все они по-среднему. Но ничего. Буду с вами честен, друзья мои. Лично для меня эти три гамбургера, а вот это, по-моему, чиз, а это чикенбургер или что-то такое, выглядят примерно одинаково. Это небольшие мягкие булочки. Вот эта булочка мягкая. И тут мягкая, но ее, типа, на решетку какую-то клали. Зачем, я не могу понять. Огромные какие-то грубые куски салата. Эта фигня, конечно, полная. Но, ты посмотри, здесь вообще практически ничего нет. Так а что ты хотел за 58? Что ты хотел за эти деньги? Ну, типа, come on, брат. Ладно. Короче, это самые дешевые гамбургеры, которые вы можете найти в этих трех местах. Я не обещаю, что я максимально объективный. То есть кто-то скажет, типа, а почему у вас один с курицей? Ну, это самый дешевый гамбургер, который у них есть. Бургер. Бургер, да. Бургер. Он называется Chicken Tender. Короче, вот это стоит по 58 рублей. А вот это вот по центру стоит 191. Макдональдс. Смотрим. Ну, да. Куда подевались мои огурцы, я не знаю. Единственное, чем радует Макдад в плане дешевых своих гамбургеров, это тем, что и в Питере, и в Москве, и в Самаре, и в Турции, и в Египте, и во Вьетнаме, и в Таиланде, вы получите вот это. Криво, ну, лучок какой-то, не кольцами, а какими-то кусочками. Пара криво распределенных помидорчиков, ой, не помидорчиков, а огурчиков. Ладно, переходим к следующему. Я вижу два куска куры. Ну, прям какой-то KFC стайл. KFC стайл, да. Ну, здоровых достаточно куска куры, но это стоит 191 рубль. Здоровенный салат, самый дешевый, как это называется? Это пекинская капуста или как это фигня называется? Ну, не айбер, не хреновый. Ну, да. Давай. Если гамбургер, это просто гамбургер, то есть там... Кетчуп. Капнули кетчупом, то здесь чувствуется... Во-первых, здесь шмат курицы, и во-вторых, здесь есть реально горчичный соус. Его, по-моему, можно указать там, да? Да, да, можно. Там еще барбекю есть на выбор, и барбекю с беконом. Это немного разные позиции. Ладно, тут курица, тут говядина, но это вкуснее. Не по булкам, а именно, что здесь есть большие листы салата. Они отстойно выглядят, но прям я недооценил. То есть, когда ты ешь, они там хрусть... Ммм, лист салата хрустит. И чувствуется, что там... Вот. То есть, тут полили соусом, и вот вся курица, как бы, она немножко пропитана соусом. То есть, горчично-медовый соус. То есть, ты откусил горчично-медовый соус. Но, еще раз, если кто не понял, в три с половиной раза дороже. Бургер Кинг. Открываем. Чувак, здесь один огурчик. Ну, вы смотрели серию Спанч Боба, где я приходил к ним дегустатор. Да три огурчика. Типа, камон, ну я понимаю, что это дешевое самое, но... Здесь, как бы, просто котлета жареная, если что. А вот в Бургер Кинге, за те же деньги, как будто ее жарили на решетке. Ее, может, реально жарили на решетке? Ее жарят на решетке с жидким дымом. У них все с жидким дымом идет. Короче, единственное отличие. Абсолютно то же мясо. Булка та же. Ну, здесь кунжутом она посыпана, но это не особо чувствуется. Здесь добавляют, видимо, жидкий дым. Или как-то коптят, что ли, это мясо заранее, я не знаю. Скорее всего, добавляют в мясо жидкий дым, но ощущение как будто сделано на огне. В этом, друзья мои, есть фишка. То есть, в этом есть тема. То есть, учитывая, что на эти бургеры цены одинаковые, котлета с запахом дыма выглядит гораздо интереснее. Под копченого, жареного шашлычка. А это просто котлета. И в Макдаке, ну, прям вообще обычная. То есть, совсем ни о чем. Она еще сухая, сухая, сухая. Прям сухарик. Да. Обсосность дешевых бургеров в Макдональдсе и в Бургер Кинге, они чудовищно сухие. Мега сухие. Если вы надеетесь, что сухость... Тут соуса капнули просто совсем чуть-чуть. Вот в... Это Калс Джуниор, да? Да. Тут прям сочная штука. В 4 раза дороже. Да, в 3,5 раза дороже. Соусом с большими листами салата. По самым дешевым бургерам я не могу сказать, кто выигрывает. Почему? Потому что это вкуснее всего по центру. Оно вкуснее всего. Но это большие куски курицы, которые даже видно, что она немножко сочная внутри. Филеха. С листами салата. И они не пощемились на соус. Можно было бы о чем-то разговаривать, если бы вот в этих добавили то же самое. Но это просто... Это просто обычная сухомятка. Ее либо кучей колы запивать. Ну вы знаете, что я вам рассказываю. Либо кучей колы запивать, либо покупать дополнительные соусы и вот так там сырного навернул на бургер и съел. Короче, обычные гамбургеры. Первое место это, конечно, Карлс Джуниор в три с половиной раз дорожки, понятно, да? Второе место это, наверное, Бургер Кинг, потому что копченость дает интересную фишку. Ну и последнее это МакДак. Я имею ввиду, что да, они там не говорят, что сделано на огне и всякое такое, но могли бы хотя бы там, ну, огурчиков доложить. Ну типа, там вообще ничего нет. В смысле, вообще ничего нет. Там был маленький кусочек огурчика. Короче, и то, и то фуфло. Тут хотя бы подкорченое. Далее у нас идет позиция, которая обозначена как чизбургеры. И это 60, 60, 224. Извиняюсь, вот это вот 59. Короче, 60, 60, 224. 60 рублей. 59 рублей. И 224 рубля. Оп, и мы разворачиваем чизбургер. С моей точки зрения, я вот так разложу, да? С моей точки зрения, чизбургер гораздо, вот что касается дешевых позиций, чизбургеры гораздо интереснее гамбургеров. Там хотя бы есть кусочек сыра мягкого, который сглаживает общую лютую сухомятку. Здесь мы видим то же самое, что и гамбургеры. То есть это нет кунжута, есть кунжут. Давайте развернем сначала их. То есть это, ну, как бы, ну вы поняли. То же самое с куском сыра. И тут то же самое. Короче, это почти один в один. С другой стороны здесь какие-то кольца идут. Вся булка пропитана соусом. Котлета здоровенная. На котлете лежит бекон. И кусок сыра. И соуса много. Да, соуса дофига. Ну, она тут помятая чуть-чуть, но и хрен с ним. Пробуем. У меня такое впечатление. Чизбургер дороже. Макдаке на 2 рубля. На 2 рубля. На рубля нет? Нет. 58 и 60. 58, да. Но вкуснее раза в полтора. То есть чизбургерам в Макдональдсе уделяют больше внимания. Там и кусок сыра, и как-то все побольше кетчупа, что ли. Не знаю. Если у вас есть 2 рубля. А че, чувак? Студенты смотрят, они такие... Мужик, я когда был студентом, я всегда покупал чизы, потому что чизы клевые, а гамбургеры нахер никому не нужны. А в цене разницы практически нет. 2 рубля можно на улице найти. У ларька посмотреть у какого-нибудь и найти. И у вас уже будет хороший чизбургер, более-менее. Его можно есть, потому что гамбургер совсем сухомятина, нереальный. А вот чизбургер, вот чизбургер свои бабки отрабатывает. Пробуем. Карлс Джуниор. 224 рубля. Хрустящие луковые кольца. Более мясная котлета. Я бы не сказал, что она другая по консистенции, но она... Ощущение, что качество мяса немножко другое. То есть, более говяжий вкус. А вот здесь впечатление, как будто, ну перемололи корову целиком. Она вкусненькая. Я не говорю, что это плохо. Я обожаю МакДак, я обожаю Бургер Кинг, я вообще всех обожаю. Но вот здесь, как бы, и вкус бекончика и котлеты вообще не про студентов. Это 224 рубля. Ну и Бургер Кинг. То же самое, что и Мак. Суховатый, но лучше. Вот от... В гамбургере не было такого, согласись. Вот соуса там так не было видно. Там все какое-то сухое было. То ли он не впитывается в булку из-за сыра, я не знаю. Но чизбургеры, если денег мало, однозначно, однозначно за свои бабки чизбургеры лучше, чем гамбургеры. По крайней мере, это касается МакДональдса и Бургер Кинга. Сто пудово. Погнали дальше. Итак, друзья мои, это самое дорого... Я такой, знаешь, Николай Зополев. Или как Дудь. Сколько ты зарабатываешь? Короче, это самые дорогие бургеры, которые вы можете заказать. Из МакДональдса 260 рублей. Из Карлс Джуниора 290. И почему-то двойной воппер, тройной воппер в Бургер Кинге стоит 340 рублей. То есть это та ситуация, когда Карлс Джуниор у нас не самый дорогой. Но тут уже, честно вам признаюсь, стирается вот эта вот грань. То есть тут 260, 300 и 340. То есть на дорогих бургерах у нас нет разницы по цене в 3-4 раза. Ну тут ты приятно удивишься. Итак, это у нас 260 рублей гриль гурме. Кстати, если кто не в курсе, гриль гурме был в сезонном меню, но потом он, видимо, так всем зашел, что его решили оставить. Он охренительный. Сейчас посмотрим. И сейчас, видимо, так. Это двойной вестерн за 291 рубль и тройной воппер за 340. Давайте посмотрим. Итак, МакДак. Наш стандартный МакДак. И бургер, который решили оставить. Ёколо, мэн. Это посмотри на это, чувак. Коллекция гурме. Сразу видно, что это другое. Это тяжелый, тяжелый гамбургер. Прям из которого торчит салат, сыр. Там нормально листьев. Там перчик какой-то, то ли на огне, ну, видимо, на огне деланный. Здоровенная котлета и большой лист сыра. Ну, то есть, это вот, это вам не просто гамбургер. Это я вам точно говорю. Не знаю, как вам показать. Но вот этот перец, перчики и салат, они создают сочность. Очень не хватает соуса. Очень не хватает нормального соуса. Потому что я его здесь не вижу, честно вам признаюсь. Я его не вижу вообще. То есть, сбрызнули чуть-чуть, и для такого огромного гамбургера вот здесь соус аж торчит сбоку, блин. И, скорее всего, скорее всего, он будет сочнее, бургеркинг. Ну, это хорошо. Ну, это самая сочность я сейчас в МакДаке. Сочнее нету. Да, пожалуй, лучше. Лучше ничего нету в МакДаке. Самый дорогой гамбургер. Стоит ли он 250 рублей? Сильно не уверен, честно вам признаюсь. Но это неплохо. О, как он стоит? 290 двойной вестерн чиз. 291 рубль. Но это Карлс Джуниор. Здесь, как всегда, напихали луковых колец. Две котлеты и дофига барбекю соуса. Попробуем. Короче, фишка в чем? Они туда фигачат бекон. Чувак, эта штука выигрывает. Это читерство. Это читерство. Они кладут сюда бекон. Ты даже в фалафель бекон положил, но уже лучше станет. В фалафель, по-моему, нельзя бекон. Ну, ладно. Короче, это то же самое, но со вкусом бекона и немножко вкуса жидкого дыма. И это как бы тащит. Но я бы не сказал, что по точности он сочнее. Здесь практически нету... Вот, салата здесь нет. И тут разная тема. Если вам вот эти вот перчики нравятся, вот эти перчики мягенькие, то однозначно МакДак. Если вам нравится вкус бекона, однозначно Карлан. И третий, самый дорогой гамбургер у нас. Это... Ну, вот я вижу кучу лука. Луковых прям колец. Кусок сыра, по-моему, там. Так. Вот так вот. И три котлеты. Это самый дорогой. Это тройной воппер за 340 рублей. Просто, понимаешь, 340 рублей, это по цене уже, знаешь, там подходят к мясной лавочке. Нет, они не подходят. Мясной лавке можно купить, не будешь за 340 рублей. Полное отсутствие баланса. То есть, вы не можете взять гамбургер и просто добавить в него 4... Точнее, вы можете всю штуку туда добавить, да? Но! Вы не можете взять гамбургер и просто добавить туда 4 листа сыра и сказать, он супер сырный. Нет. Дело в балансе. Сюда просто закерачили 3 котлеты. Но! Друзья! Вместе с котлетами нужно увеличивать количество сыра, соуса, огурчиков, кетчупа и салата и лучка. Есть просто мясо, особенно учитывая, что это не мраморная котлетка, изрубленного там топориками, прости господи, мяса в каком-нибудь там бюро бургера или еще что-нибудь, да, это просто те же самые котлеты, совершенно обычные. Которые своим вкусом, которые, ну честно признаемся, в этих сетевых местах котлеты, ну обычные, они просто все забивают. То есть здесь баланс соблюден за счет бекона, здесь как бы бекон дает сочность, здесь баланс соблюден за счет перцев, здесь баланса нет. Это просто куча, куча достаточно сухого мяса. И учитывая, что он наверняка самый тяжелый был, да, я там не видел. 400 с чем-то грамм. Да, но на 340 рублей я бы за него не отдал. Почему? Музик, да его и есть, на самом деле, сложный. Я брал двойной вопер, так я его периодически даже не доедаю, он очень калорийный. Ну зачем тебе три котлеты? Ну он слишком плотный. Слишком. Не, не хватает. Либо, да, либо нужно делать там половину соуса, половину всякого. То есть штука вот в чем. Самое дорогое не всегда самое лучшее. Честно вам признаюсь. Потому что самый дорогой гамбургер оказался просто безрецептурно бафнут тремя котлетами. И все. В нем нет никакой особой фишки. Здесь есть фишка. Это бекон и их котлеты, куда там немножечко жидкого дыма и барбекю соус добавляют. В этом есть фишка. В этом фишка. Это вот эти вот перцы. То есть ты берешь этот перец и он ультра-ультра сочный. Прям вот такой. И то есть вот это вот, ну, вытягивает. Прям. Да. Какой-то подкопченный на грильчике перчик. Уж не знаю, на угольном или нет. Шучу, конечно. Какой уголь в Макдаке. Но перец очень сочный. Там много воды. Там много влаги. В этом тоже есть тема. А в этом это просто, блин, три сухие огромные котлеты. Топ-1 разделяют Макдональдс и Касс Джуниор. Бургер Кинг со своим самым дорогим за 340 рублей. В тот случай, когда непонятно, за что ты отдаешь 340 рублей. Оно тяжело прожевывается, не пролазит внутрь. Каким количеством кола это запивать, я даже не представляю. Поэтому вот так. Далее у нас идут наггетсы. Это Макдак за 115 рублей. Обычные наггетсы. Это Касс Джуниор. Chicken Tenders называется. За 99 рублей. И наггетсы за 70 рублей из Бургер Кинга. Ну, короче, все стоит около соточки. Ну, в боках самые дешевые. Да. И самые дешевые, получается, да. Ну, да. За 70 рублей. Вот, что мы получаем из Бургер Кинга. Вот, что мы получаем из Касс Джуниора и из Макдака. Конечно, отвратнее всего выглядят в Макдаке. Вот они выглядят вообще дно. Прям дно. Но здесь они хотя бы, знаете, как будто их поджаривали на чем-то, с корочкой. Их много. Да, их дофига. Наггетсы из Макдака. Вот ни хера это не филе, чувак. Вот почему? Я не знаю. Вот вроде, наверное, это филе, но как-то... Вот смотри. Вот это вот филе, да? Видишь? Видишь? Волокна, да. Вся фига. Да-да-да-да-да. А вот это чего? Вот это? Я не знаю, я не знаю. Это либо филе, но они его все-таки перемалывают. Вот это самое бесячее. То есть, это вроде как курица. Ну, вроде как курица, да? Ну, она пастой такой, что ли? Потому что вот даже в том же... Вот Халл Джуниор или, например, КФС, вот прям ты жуешь прям куриные грудки. Вот волокна. Я не знаю, может их тоже можно как-то подделать, но... Подкидные волокна куриных грудок. Ну, вот что, попробуй вот это. Попробуй. Да, это фарш. Нет. Попробуй вот эту половинку. Вкус. Курица. Курица. А вот здесь непонятно, что. То есть, однозначно вот эти штучки... Да. Вот их много, конечно. Но в Халл Джуни они стоят дешевле. Вот это куриные палки. Давай посмотрим, что здесь. Например, то же самое, наверное. То же самое, да. Паста какая-то. Причем еще с привкусом масла. Видно, что масло что-то не меняли давно в этом притюре. Выигрывает Халл Джуниор, потому что... Потому что курица. По баблу, еще раз. Быка самая клевая. Имеется в виду по весу. Самая тяжелая хрень, самая дешевая. Но только в Халл Джуниоре это куски мяса. Это куски филе, которые по волокнам как бы видно, что это мясо куриное. Понимаете? Я, конечно, для этого не задумывал, что наггетсы из Макдака, они не такие, как... Я тоже почему-то всегда предполагал, что это кусочки нарезанного филе. Оказалось, что нет. Потому что вот кусочки филе. А в Макдаке и в Бургер Кинге это... Паста. И... Возможно, я шизанулся. Но! Возможно, у меня мания преследований и всякое такое. Но! Когда что-то перемолотое, у меня всегда возникает впечатление, что туда... Зачем? Зачем и чего туда вы еще запихали? Не знаю. Здесь вроде как состава нет нигде. Нет, только на сайте. Может, посмотрите, но не для всех блюд, по-моему. Ну, я не верю. Просто если бы они делали это из реально просто курицы, они бы нарезали ее кусками и жарили. Так это проще даже. Нафига тебе перемалывать, потом собирать все заново? Да, они же тоже нестандартизированного размера. То есть, их лепят так рандомно. Что здесь, что здесь. Типа большой кусочек, там чуть поменьше кусочек. Все разные формы, поэтому... А смысл? Разные формы можно и куски курицы сделать. Заговор масонов. Да, рептилоиды, короче, преследуют нас. Но корзури в этом плане топкек. Десерты. Пирожки существуют только в Макдаке и Бургер Кинге. В Макдаке у нас пирожок весит вот столько за 60 рублей. А в БК у нас пирожок за 60... Короче, подороже. Весит вот столько. Открываем. Пирожок. И... Вваливайся. И пирожок. И если я что-то в чем-то понимаю, они практически одинаковые. Но смотри, мужик. Вишневые, да, они почти одинаковые. Но у БК есть Ultimate Killer Fiction. У них есть пирожки с клубникой и сливочным сыром. Это бомба. Это бомба прям. Окей. Так. Пирожок из Макдака. Обожаю. И он даже когда холодный, на следующее утро с чаем божественный. Размакает чутка, но по вкусу такой же. Не могу сказать, что это натуральное вишневое варенье. Видно, что там вот такое сиропное. Но вкус вишни однозначный. Примерно то же самое, но тесто тут гораздо больше. То есть стенки толще. И вот поэтому БКшный пирожок на следующий день почти не размакает. И у него мощнее вкус вишни. Вот здесь вкус вишни гораздо мощнее, чем вот здесь. Не знаю почему. Может разные вкусовые добавки. Выигрывает пирожок. Ну из БК, наверное, выигрывает пирожок. Но они почти одинаковые. То есть это пара процентов. Из Макдака тоже очень вкусные эти пирожки. Я их обожаю. И последнее, друзья мои, перед вердиктом, это салаты. Мы взяли одинаковые практически салаты. Это либо Цезарь, либо он называется Цезарь. Цезарь, Криспи Чикен и Цезарь. То есть это, короче, это тот же Цезарь, только называется Криспи Чикен. И стоит, соответственно, 270, 234 и 229. Вот. Ну взвешивать их они тут со всякими штуками. Ну ладно. Вот это вот у нас 270. Вот это вот у нас 234. И вот это вот у нас с сухарями отдельными 229. Я предскажу, что они все редкостное дерьмо. Оценочное осуждение. Антихайп. Но фишка в том, что салаты, вот эти вот стандартизированные бургеры, его хотя бы жарят, делают, он там вот лежит, там 5 минут, тебе его выдают. То есть там какой-то поток идет. Салаты... Не знаю. Мне кажется, что салат этот, короче, такой товар, который... Вот ты приходишь, например, идет три человека, и среди них там либо веган, либо девушка, либо вот типа человек, который вот такой... Я, короче, не ем мяса и жирного не хочу. И там больше ничего нет. И человеку ничего не остается. Давайте посмотрим. Это МакДак. МакДак. Ну, ладно. Тысяча островов. Написано, что здесь он должен отрываться. Да. Самое... Меня прикалывает, что говорят, что здесь должен отрываться, но оно... Ладно, хорошо, я залью вот так. Куча соуса, тысяча островов. Палки даже дали. Ой, извините, не палки. Но... Ладно, я просто соус попробую. Запотевшие черри. Да, соус, тысяча островов. Немножко салата. Единственное, что, типа... Камон, чуваки. Я понимаю, что у вас нету просто курицы. У вас только она в панировке. Но... Зачем в Цезарь, который в теории, типа, салат... Легкое должно быть блюдо. Зачем класть жареную в масле панированную курицу? Просто потому, что у вас другой нет. Я понял. Ну, да. Кстати, в МакДаке дают еще маленькие штучки с солью и перцем. На вкус это, типа... Никак. Да, я угадаю, что здесь будет то же самое. То же самое. Опять же, курица в панировке. Ну, здесь кипящие они зажрались. Смотри, они еще и лук прикладывают на хренах. Ан, это не совсем... Это же криспи чикен. Это какой-то криспи чикен. Заправка к сэндвичам и салатам. Смотри-ка, я и помидорки не черри обычные. Да, конечно, помидоры обычные в салатах, это за шквар. Не знаю, я не порвал. А, нет, порвал. Ну, окей. Я съел немножко полиэтилена, это нормально. Никогда не понимал, как это можно перемешать в такой маленькой площадке. Но, опять же, здесь посмотрите на срез. Тут реально волокна. То есть, это реальная курица, которую вот разрезали. Это филехи куриные. Это прям видно. А в Макдаке, опять же, это какая-то паста. Какая-то непонятная паста, у которой волокна нет, как таковых волокон. Оно типа как-то так разваливается. Не знаю. Да, это фарш куриный. Ну, ладно. Короче, тут какой-то сыр. Сколько он здесь лежал, я не знаю. Какой-то он... Ну, это смотрится не круто. И огромные тостки. Я вообще не понимаю, зачем лупу шлати? Я хер его знает, чувак. Это Криспи Чикен. Ну, и у нас финалочка. Это все как-то вообще выглядит. Выглядит у бога и печально. Это пармезан? Очень старый, лежавший пармезан. Он прям очень старый. Очень не сливочный и очень лежавший. И здесь, я не знаю, это идет в виде курицы. Сухари идут отдельно, как бы, ну ладно, спасибо. Но это, типа, не спасает. И супер неудобные штучки, из которых все не вытрясти. Хочется выскрести оттуда. Ладно, я попробую хоть соус. Бургер Кинг, я бы хотел, похож на соус Цезарев. В остальных это вообще, ну, то есть, тысяча островов просто такой. Но, в целом, максимально, максимально убогое, что можно взять в фастфуде, это салат. Они там полежали, оно какое-то грубо нарезанное. Единственный плюс Карлс Джуниор за то, что у них, ну, курица. У них куски курицы, у остальных какой-то фарш непонятно. Я вообще не понимаю, зачем идти в место, куда ты идешь, чтобы сердечный приступ получить. Брать салаты, камон. Им нужно закрыть все целевые аудитории, чувак. Ну, типа, я тебе говорю, что тричь чувака идет после универа пожрать в Бургер Кинг или в Макдак. А с ним идет девочка. Она худеет. Или ей кажется, что она худеет. Наггетси приходит мед. Ну, да, так фишка в том, что она худеет, но тут все равно в панировке. Жареный в масле. Особенно у быка. Вообще пипец. Я вообще не понимаю, что это. Это куски куриц или что это? В отдельном пакетике вот это что такое? Ну, выглядит странно. Итак, друзья мои, кто побеждает в этой битве? Скажу вам откровенно. Есть два почти одинаковых места. Это Макдональдс и Бургер Кинг. Вот они по бокам. Они, у них все стоит практически одинаково. То есть, наггетсы стоят 70 или 100 рублей, картоха стоит 60 или 90, чизбургер 60 или 59, гамбургер 58 и 58 рублей. Но я бы сказал, что среди них, вот среди Макдональдса и Бургер Кинга, я не сказал, что кто-то выигрывает. Потому что они, ну, может быть, у Бургер Кинга поинтереснее, побольше как-то, побольше соусов, возможно. У них практически одинаковая картошка, практически одинаковые гамбургеры и чизбургеры. Тройной воппер у Бургер Кинга вообще отстой, то есть он разве что проигрывает в этом, потому что у Макдака из дорогого есть гриль-гурме за 260 рублей. А тут за 340 просто сухомятка с тремя огромными котлетами. Причем 340 это не ограничение. Да, его еще бафнуть можно, там все дела. Но так они где-то хуже, где-то лучше. Выигрывает, конечно же, Карлс Джуниор, но он сильно дороже. Сильно. То есть, например, если не брать топовые позиции, то у Карлс Джуниора и дешевый гамбургер стоит 200 практически рублей. И обычный чизбургер, это из самых дешевых, 224. Понимаете? И картоха стоит 90, но у Бургер Кинга также. Понимаете? Но в среднем, как бы, все, вот что касается гамбургеров, у Карлс Джуниора, оно вхождение, не знаю, как сказать, вхождение в покупку гамбургеров начинается от 200 рублей или типа того. Но они используют курицу и даже в донных гамбургерах, то есть тема в чем? Дорогие у всех можно есть, да. Но дешевые у Карлс Джуниора нормальные. Там уже есть лист салата, там уже есть какой-то там медово-горчичный соус или какой вы попросите. Там уже есть там кусок сыра и бекон. То есть даже самый дешевый гамбургер в Карлс Джуниоре, он вкусный. Тогда как в Макдаке Бургер Кинге это такое типа, ну окей. Но оно будет в 4 раза дороже в Карлс Джуниоре. Вот такие дела. Мораль следующая. Макдак Форево, это само собой. Карлс Джуниор, он вкусный. Он, я бы сказал, что он чуть вкуснее всего остального. Но даже вот в позициях, которые практически одинаковые, даже тот же Цезарь, а вот, а у них курица. А у них курица, это куриное филе, а не какая-то паста непонятная. Карлс Джуниор, но по бабкам готовьтесь, что вы не сможете купить себе на 150 рублей 3 гамбургера. Ты понимаешь, в чем проблема? Там уже цены каких-нибудь муму-бургеров или мясная лапа. Да, но тема в том, что Карлс Джуниор, он уже приближается к муму-бургерам каким-нибудь. А муму-бургеры, это совсем другое. Там уже мясо, которое люди сами там провернули, сами все замесили, там совсем другое. Мраморная говядина. Да, 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 да. Даже если там чакрол это обычный, то там они сами его проворачивают как-то. Вот и тема, куда идти. Я не знаю, мой вердикт. Я бы типа, у меня бабки есть. Я, если бы шел мимо Карлс Джуниора и МакДака, я бы зашел в Карлс Джуниор. Если ты студент, смотри, где выгоднее, где есть акции в МакДаке или Бургер Кинге. Ну и, конечно, в МакДаке офигенные креветки. Мне они офигенно нравятся, но их редко можно достать. Иногда их не бывает. После скольки-то вечера их не доставляют и всякое такое. Ну и за коктейли, десерты, безусловно, в Карлс Джуниоре лучше. И в два раза дороже. Да. В два раза дороже, но и раза в три-четыре лучше. То есть они вкусные. В Бургер Кинге коктейль какой-то с вкусом, привкусом вообще непонятно чего. То ли крахмал, то ли мука, то ли хер его знает. МакДаки, растаявшее мороженое просто. А Цезарь везде в хло. С вами был славный дружобломов. Если я провел для вас понятную работу, ставьте пальцы вверх. Огромное спасибо всем, кто ставит палец вверх. Потому что мы это заказываем за свои бабки. Снимаем, монтируем. Ну там спонсоров вставляем, само собой. Но в целом как бы работу проделаем, чтобы вам нравилось. Вы просили это, я это сделал. Явного победителя нету. То есть нет такого, что все там по баблу ровно и кто-то типа крут. Нет. Так, и при том, что ты устаешь периодически от МакДака, идешь в БК, от БК устаешь, идешь в Карлан. То есть оно все в замкнутом круге. Просто мораль просто одна. Есть бабки, иди в Каз Джуниор. Если он есть рядом с тобой. Единственный монополист на этом рынке это КФС, потому что у него самый лучший курочек. КФС, да, но они отдельные. Но у КФС лучшие курочки, у них лучшая картоха, конечно. Вот это безусловно. Еще раз. Большое спасибо за комментарии. Пишите, что вам больше нравится и что сравнить. Я вот не знаю, что сравнить с КФС, с кем их поставить. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok